У нас не просто расследование, а в каком-то смысле психологический портрет, что ли. Очень хочется понять, как обычный советский офицер превратился в безумца, помешанного на деньгах и роскоши. Не просто помешанного, а буквально готового разрушать страну и убивать ради своих сундуков с золотом. Я Навального считаю оппозицией. Он, конечно, представитель, ну, скажем, там, если я представил левого крыла оппозиции, то Алексей Анатольевич представитель более либерально-демократического, в хорошем смысле этого слова, крыла оппозиции. Но, безусловно, он один из самых ярких оппозиционеров. А его фильм – это такой этический вопрос. Каждому имеется у продворец. Ты согласен с этим мириться или не согласен? Он рискует жизнью, он рискует свободой. Он обличает в стиле русской политической классики. И он сам приводит в фильме цитату Толстого пороки и нравы правящей элиты. Поэтому он, конечно, оппозиция. Знаете, чем увлекается наш президент? Никогда не поверите. Но он обожает кальян. Идем туда, что на плане дома обозначено как кальянная. И правда, выглядит это как лучшая, самая дорогая кальянная города Махачкалы. Диванчики, столики, приглушенный свет. Идеальная атмосфера, чтобы обсудить вопросы бюджета. Лежа среди мягких подушек, президенты и гости могут насладиться и шоу. Этот зал тоже оборудован небольшой сценой. И удивительное дело, на сцене есть специальное возвышение с шестом. Мы даже себе представить не можем, зачем нужен шест на сцене. Может быть, для новогодней елки? Может быть, для гигантской шаурмы? А может быть, для выступления в поддержку Конституции? Путин и его группа воров хотят пожизненной и бесконтрольной власти. Мы дошли до того, что это уже не группа людей, обкрадывающих государство, а само государство превратилось в инструмент воровства. Я также, как известный персонаж Владимира Волосовского, считаю, что вор должен сидеть в тюрьме. А Навальный снял этот фильм. Я считаю, что это продолжение дела Салтыкова-Щедрина, только не текстом, а как бы видео, аудиовизуальными способами, адекватными 21 веку. Но, на мой взгляд, этот фильм находится абсолютно в контексте русской политической оппозиционной сатиры, которая показывает Российскую империю тем, чем она на самом деле является. То есть просто хищником, который состоит из криминализованной бюрократии, задача которого в обмен на собственное благополучие поставлять на Запад сырье. Нефть, газ, лес, пеньку. Там, я не знаю, что там раньше, шкурки беличьи поставляли. Просмотр фильмов Навального было 40 миллионов. Я не знаю, я не смотрел последние по Вашингтону. Наверное, уже 45. Неожиданно поток призывов принять участие в администрации от кумиров молодежи. Я их и не знаю, этих там рэперов, рокеров. Но мои внуки говорят, что это люди там с миллионной аудиторией. И они, в отличие от постоянных посетителей кремлевских концертов, уже полностью избледовавшихся там, Газмановых и прочих, они выступают с очень искренней и продуманной гражданской позицией. В России выросло новое поколение, у которых Путин неприемлем просто чисто эстетически прежде всего, но потом и политически. Алексей принял на себя высокий уровень персонального риска. И любое действие, будь то уличная акция или умное голосование, или увеличивают этот риск, либо уменьшают его. В такой ситуации он должен сам принимать наиболее острые решения, касающиеся подобной активности. Во всяком случае, до существенного изменения условий и появления лидеров, несущих аналогичные риски. Логично, что в текущей ситуации инициатива по организации уличного протеста участию непосредственно в избирательном процессе должна быть на стороне команды Навального. Я желаю Алексею успеха и готов помогать в этой работе. Я буду поддерживать умное голосование, а сейчас присоединяюсь к призыву штабов Навального выйти на акцию поддержки 23 января. Я был в положении Алексея, знаю, каково это, и знаю цену общественной поддержки в такие моменты. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к акциям, присоединяйтесь к требованиям освобождения Навального. Массовые акции, не считая поддержки западных лидеров, это на самом деле единственный способ добиться этого самого освобождения. Наша общая задача не только устранить путинский бандитский режим, но и предложить ему внятную привлекательную альтернативу, определить нормальное, достойное место России в мире. Главное, что мы узнали из фильма Навального, да и не только, что Навальный не рассуждает как преемник. Он не ищет глазами единственного члена жюри. Большой ошибкой было бы считать, что с момента своего отравления он вообще говорит с президентом. Пожалуй, Навальный и его беспрецедентная храбрость уже давно спорят только с тем, как непоколебимо выглядит Путин в наших глазах. Они же боятся, ровно поэтому так вот делают, срочно, тайно, секретно, так торопятся. Они боятся, и боятся они вас. Они боятся тех людей, которые могут перестать молчать, осознать свою силу и понять, ну кто может им противостоять. Почему, они зададут себе вопрос, почему вся Россия внезапно подчиняется какому-то Путину, Сечину, этим Ротенбергом, сборищу какого-то жулья чудовищного. И как только мы это осознаем, выйдем на улицы, все это просто раз перестанет раствориться. Мы же каждый день просто теряем возможности, которые дают нам настоящие. И каждый день мы теряем свое будущее. 20 лет уже подряд, 20 лет подряд мы становимся беднее, наша страна деградирует, наше образование все хуже, наше здравоохранение все более убого. Это никто не остановит, кроме нас самих. Поэтому я вас призываю, не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся. Официальное обращение от имени Народного Совета Граждан Советского Союза Псковской области в составе РСФСР и СССР для краткости дали именуемый Народный Совет. Руководствуясь статьями 10, 11, 12, 13, 18, 31, 61, 62, 65, 67, 173 Конституции основного закона СССР, Народный Совет Граждан Совет Псковской области в составе РСФСР принял настоящее постановление номер 7 от 20 января 2021 года о разрешении на проведение митингов в защиту прав человека, в защиту поруганных гражданских и политических прав граждан СССР, а также в защиту Алексея Анатольевича Навального на территории РСФСР 23 января 2021 года в 14 часов по московскому времени на центральных площадях и улицах городов РСФСР. Все, что нам нужно сделать, это перестать терпеть, перестать ждать, перестать тратить свою жизнь и свои налоги на обогащение этих людей. Наше будущее в наших руках. Не молчите, не соглашайтесь подчиняться пирующим злодеям. Продолжение следует...